Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас актуальные новости нашего региона. Вот некоторые темы с сегодняшнего выпуска. Рязань, Владимир, Суздаль, Сергеев, Посад, Рязань. О маршруте, который пройдут рязанские десантники в феврале. Подарок городу. Троллейбусы из Москвы вышли на рязанские улицы. Какой сквер вы хотите увидеть преображенным? В Рязани проходит опрос граждан по благоустройству города. Удивительный матч. Рязанцы сразились на домашней арене с чемпионами России 1993 года. Российские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу. Десять команд стартуют 3 февраля из разных городов. Финиш будет ожидать в Рязани. Общая дистанция, которую пройдут все группы десантников, составит 7500 километров. Сейчас военные вовсю ведут подготовку к такому масштабному переходу, который станет не только показателем готовности наших войск, но и серьезной военно-патриотической акцией. Смоленск, Псков, Кострома, Ульяновск, Новороссийск, Камышин, Белгород, Кубинка, Тула, Рязань. Это те города, где сейчас идет подготовка десантников к большому общему старту, который намечен на 3 февраля на 11 часов утра. Из Новороссийска военные сначала побегут без лыж. С появлением снега десантники встанут на лыжню. Рязанцы же совершат грандиозный круг дистанции более 900 километров. Стартуя в Рязани, проходя через Владимир, Суздаль, Ярославль, Переяславль-Залесский, Сергиев-Пасад, Орехово-Зуево, Луховицы, финишируя в нашем городе. А тульские десантники, которые 23 января с радостью поделились секретами своих тренировок, пройдут 500 километров на лыжах до столицы ВДВ. Сейчас они вовсю занимаются подготовкой к этому переходу. Сейчас проверяем готовность к совершению лыжного марша. Наличие всего необходимого имущества и вещевого обеспечения. Проверку снаряжения десантники доводят до автоматизма, ведь недокомплект при большом переходе на лыжах может вывести из строя всю группу. Спальный мешок, термобелье, верхняя одежда, аптечка. В рюкзаке десантника все снаряжение весит более 50 килограммов. Условия для представителей всех городов были подобраны индивидуально. Тем, у кого дистанция короче, достанется более сложная трасса. К примеру, тульские десантники в день планируют проходить по 30 километров. Рязанцы и представители Новороссийска смогут проходить большие расстояния. Поэтому в Туле сейчас активно отрабатывают бег на лыжах по пересеченной местности, преодоление природных препятствий, оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. По замыслу организаторов, днем военные будут преодолевать дистанцию по полям и лугам, а ночевать им предстоит в городах. В городах, в которых будут останавливаться военнослужащие Тульской или Рязанской области, будут проводиться совместные военно-патриотические акции с муниципальными образованиями этих городов с целью популяризации службы в воздушно-десантных войсках и пропаганда нашего Рязанского высшего воздушно-десантного училища. После тяжелого дня на лыжах, приехав в город, десантники прямо на улицах будут давать концерты, а также показывать азы рукопашного боя. На следующий день отправляться в путь. Они планируют пройти по местам боевой славы нашей страны, а также памятников в деревнях и селах, чтобы отдать дань тем, кто защищал нас в военных сражениях. Это лучшие десантники, они отобраны по своим морально-деловым, психологическим качествам, по состоянию здоровья. Мы их проверили всесторонне, чтобы вынослужащие в этот длительный лыжный переход были готовы к его совершению, невзирая на какие-то, может быть, трудности, какие-то невзгоды. Здесь самые лучшие из лучших, они этим гордятся, и это для нас большая честь. Окончательным аккордом всего лыжного перехода станет общий финиш 10 команд на Рязанской земле, который запланирован приблизительно на 20 февраля. Однако здесь никто не отменяет соревновательный момент. Военнослужащие будут бороться за право финишировать в столице ВДВ первыми. Такие планы есть и у рязанских десантников. Беспрецедентное мероприятие воздушно-десантных войск будет посвящено столетию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Стоит сказать, что перед стартом 2 февраля в Рязани запланировано масштабное мероприятие, на котором все рязанцы смогут увидеть наших ребят, которые будут стартовать на следующий день, а также насладиться военно-патриотическим концертом. Анна Герцовская при поддержке телеканала «Первый Тульский». В Рязани на стройке нашли артиллерийский снаряд. Его откопали на улице Пугачева. Предполагается, что он относится ко временам Великой Отечественной войны. По предварительным данным, он сильно поврежден коррозией. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также скорая помощь. Напомним, в ноябре 2017 года на этой же улице находили артиллерийскую мину. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН, отдела Росгвардии Рязанской области, установив примерный возраст и факт взрывоопасности 152-мм артиллерийского снаряда, предположительно времен Великой Отечественной войны, приняли решение о его уничтожении. Соблюдая меры предосторожности, взрывотехники ОМОНа транспортировали боеприпас на безопасное удаление от жилой инфраструктуры и взорвали его накладным зарядом. 24 января в Рязани запустили на линию троллейбусы, которые были безвозмездно предоставлены нашему городу правительством Москвы. Подробнее обо всем расскажет Алена Куколева. Москва поделилась троллейбусами с Рязанью. Гуманитарная помощь из столицы поступила в количестве 10 транспортных средств. В свой первый рейс на улице областного центра троллейбусы выехали в среду. Троллейбус, конечно, удобный, мягкий, теплый. В таком троллейбусе, конечно, удобно работать. И пассажиры довольные. Им нравится, потому что заходят и говорят, ой, какой троллейбус. Но в таком троллейбусе не ездили. Хороший троллейбус, да, теплый, мне нравится. Троллейбусы из Москвы не новые, но в среднем на 12 лет моложе рязанских. Автотранспорт позволит обновить парк предприятия, 70% которого по году выпуска уже подлежит списанию. Прежде чем выйти на маршруты, они прошли экспертизу. Но главный испытательный срок, конечно же, для поступивших троллейбусов проведут водителя. Пока не знаем, первый раз только за руль сел. Посмотрим, как вот там, сестра подремонтируют ее. И как на ходу день-два поработаем, потом будет ясно, как пойдет, не пойдет она. Когда новую автомобиль вы покупаете, правильно самое, не знаю, как вам, пойдет, не пойдет. Может придется обменять, на старом придется работать. Мы будем надеяться на лучший, конечно. Столичные троллейбусы распределили в равной степени по двум депо. Работать они будут на самых востребованных маршрутах города. Это пятый, первый, шестой, девятый и шестнадцатый. При этом три пойдут на маршрут номер три и два на номер десять. Мы исходили из того, что у нас уже внедрена система особ. И, естественно, мы видим по транзакциям, сколько у нас количество пассажиров переезжает. Служба эксплуатации, она постоянно мониторит наши маршруты муниципальные, именно если касается управления рязанского троллейбуса. Соответственно, мы знаем, где пиковая нагрузка пассажиров. И на те маршруты, которые сейчас представлены здесь, они для этого и были выпущены. Нашим предприятием были эти троллейбусы осмотрены, полностью технически обслужены. И сегодня мы его вводим в эксплуатацию. По состоянию технического троллейбуса в очень достойном состоянии. Срок эксплуатации московских троллейбусов 10-15 лет. В то время как в Рязани работы и транспорт закуплены еще в 1992 году. Городская администрация и правительство региона будут повторно обращаться в правительство Москвы, чтобы вновь получить из столицы выведенный из эксплуатации общественный транспорт. Сейчас готовится соответствующая заявка. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Во всех крупных торговых центрах Рязани продолжается сбор предложений по возможным объектам благоустройства. Напомним, стартовал он 16 января в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Всего в 2018 году в нашем городе должны благоустроить 4 объекта по одному в каждом районе. Какие именно, должны решить сами рязанцы. Именно для этого и организован сбор предложений. Но что делать, если в списке вы не нашли тот парк или сквер, который с вашей точки зрения благоустроить просто необходимо? Смотрите далее. Торговый центр «Квартал», который находится в микрорайоне Конищево, одна из 12 точек, где организован сбор предложений жителей по программе благоустройства. Ежегодно здесь проходят тысячи людей. Ну а задача волонтеров – заинтересовать их, объяснить суть акции и то, насколько важно мнение каждого. Люди разные. Кто-то не очень охотно откликается, но в основном многие люди хотят, чтобы их голоса были услышаны. То есть мы предлагаем в анкетках проставить объекты, которые хотели бы благоустроить. Люди думают в основном о своих детях, о внуках. И многие подходят и проставляют галочки, выбирают свои предпочтения. Многие добавляют объекты. То есть, в принципе, думаю, что эта программа интересна для наших людей. Действительно, большинство посетителей торгового центра останавливаются, выслушивают волонтеров, после чего отмечают объекты из предложенного списка или же добавляют в него свои собственные предложения. Я отдала за парк, который у нас в Недостоево, в Конищево, как он, извиняюсь, в Морской Славы, да. Вот там хороший парк, я там недалеко, ну как недалеко, в Недостоево живу, конечно, но там хороший такой парк, мне нравится. За то, чтобы на нашей улице на интернациональной сделали спортивную площадку. То есть это было ваше предложение? Да. Потому что спортивных площадок очень мало. И чтобы их сделали побольше. А вы с мужем согласны? Да. Нет, я согласна. Все так же написала. Татьяна Мосякова, член территориального общественного самоуправления «Третий квартал Конищево», пришла сюда со своими внуками, чтобы тоже добавить свой собственный объект, а именно сквер белых журавлей, который по каким-то причинам не попал в основной список. Появился этот сквер на улице Интернациональной порядка пяти лет назад по инициативе самих жителей. Назвали его так, потому что каждый год в небе над ним пролетают журавлиные стаи. На сегодняшний день сквер белых журавлей – одно из немногих мест в Конищево, где жители могут погулять с детьми, а также устроить праздник для всего микрорайона. Мы проводим здесь праздники, 9 мая у нас проводят. Мы проводим субботники здесь, сажаем цветы, клумбы, сажаем деревья, кустарники. В общем-то, и вовлекаем в это просто близлежащий народ. Мы вышли, под дождем сажаем кустарники. Идут молодые люди, только сказали, говорим, ну давайте посадим здесь кустарники. И они копают нам ямки, лунки, мы сажаем кустарники. В общем-то, в принципе, каждый, кто более-менее здесь проживает, видит этот скверик и знает, что здесь себя благораживает, что ТОС за этим следит. Однако сил жителей микрорайона явно недостаточно для того, чтобы поддерживать сквер в надлежащем виде. Так что программа благоустройства – чуть ли не единственная возможность возродить этот небольшой зеленый уголок. Большинство, даже сами жители, читая бумажку, говорят, а сквер белых журавлей почему не внесен? Почему у нас так? Он находится в центре Канищева. У нас один сквер морской славы. Ну там как-то окраина, а здесь в центре все, конечно, ходят. Детская поликлиника рядом. Все проходят, и просто стыдно, что он вот, ну, своими силами мы возрождаем его, конечно, помогают нам, администрация, префектура. Ну мы не в силах. Вопрос о сквере белых журавлей стал главным на заседании комитета ТОС «Третий квартал Канищева». Здесь собрались старшие домов микрорайона. Хотела бы вас просить, чтобы вы до своих жителей, до своих домов это донесали. Да, чтобы как-то, ну, немножечко, но сдвинули эту тему с места. Действительно, далеко не все рязанцы знают, что сегодня они могут реально влиять на жизнь города. Так что не поленитесь подойти к волонтерам в торговых центрах и высказать свое мнение по поводу того, какой именно объект с вашей точки зрения нуждается в благоустройстве. Ну а жители микрорайона Канищева могут внести в список сквер белых журавлей. И вполне возможно, что именно он в 2018 году преобразится и станет любимым местом отдыха жителей микрорайона. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Технологии продолжают входить в нашу жизнь. Общество все активнее пользуется интернетом. В социальной сети государственные услуги теперь все это доступно с любого смартфона или компьютера. Теперь в интернете есть и услуги единственного государственного реестра. Подробнее расскажет Валерий Седов. Теперь получить доступ к услугам Росреестра можно из компьютера. На сайте www.rosreestr.ru Многие сервисы сайта работают бесплатно и предоставляют информацию в режиме реального времени. На сайте Росреестра доступны все базовые услуги ведомства. Это и государственный кадастровый учет, и государственная регистрация права, и предоставление сведений ЕГРН. Для того, чтобы пользоваться всеми услугами сайта государственного реестра, необходимо завести себе личный кабинет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою личность в МФЦ. Также может понадобиться электронная цифровая подпись, получить которую можно в кадастровой палате. Инструкцию о регистрации можно найти на портале государственных услуг. Интересен сервис личный кабинет правообладателя, который позволяет отслеживать всю информацию об объектах недвижимости, находящихся в собственности. В том числе получать уведомления о вносимых изменениях в характеристике объектов недвижимости. Например, уведомления о наложении ареста на недвижимое имущество. В личном кабинете можно подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Также на сайте можно изучить вопросы о кадастровой стоимости объекта недвижимости, используя сервис «Фонд данных кадастровой оценки». Здесь можно получить информацию о том, как определяется кадастровая стоимость и каким образом ее можно оспорить. Портал Росреестра постоянно дорабатывается с учетом нововведений в законодательной сфере. И он становится более доступным, более удобным для наших заявителей. И все больше и больше людей прибегают именно к запросу, допустим, сведений, к получению сведений в электронном виде посредством портала Росреестра. Сотрудники кадастровой палаты заявляют, что теперь многие клиенты не приходят к ним в офис, а получают ответы на все интересующие вопросы прямо из дома с помощью электронного сайта. Тем более, по словам представителей кадастровой палаты, этот сайт интуитивно понятен и прост в управлении. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вечер вторника для многих автомобилистов Рязани стал настоящей проверкой на прочности. Из-за аварии, которая произошла на Московском шоссе, парализовало движение во всей центральной части города. Происшествие случилось в вечернее время, а в час пик – как раз, когда большинство горожан возвращаются с работы домой. Уже в среду в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП, в котором, по предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Чтобы очередной день не был испорчен опозданиями, которые происходят в результате нахождения в пробках, всем водителям необходимо оставаться предельно внимательными на дороге. Из-за морозов ситуация очень опасная. Вступил в силу приговор бывшему главному архитектору Рязани Наталье Харибутовой. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда. Напомним, 26 декабря бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки в значительном крупном и особо крупном размерах. Ранее в ходе разбирательства Харибутова признала свою вину, а ее дочь отказалась от показаний в суде. Бывшему главному архитектору Рязани назначили штраф в 5 миллионов рублей и лишили права занимать административные должности на 6 лет. Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. Кроме того, на предоставленной им машине «Инфинити» Харибутову и ее дочь 28 января бесплатно доставили в аэропорт Шереметьево для полета на отдых. А также 14 февраля обратно в Рязань. В песне Эдуарда Хили есть строки «Суровый бой ведет ледовая дружина». Сейчас это как никогда актуально для рязанской хоккейной команды. 23 января в нашем ледовом дворце прошла игра с командой ЦСКА ВВС, чемпионом России 1993 года. О том, как закончился матч и какие перспективы ожидают рязанскую команду, расскажет Валерий Седов. Под шум толпы появляется вратарь хоккейного клуба «Рязань» Сергей Денисов. Следом за ним стартовая пятерка, которой выпала честь начать хоккейный матч и показать, какие они, рязанские ребята. Положение в турнирной таблице у хоккейного клуба «Рязань» незавидное. ЦСКА ВВС, наши соперники, находятся на четыре строчки ниже. И игра эта важна для обеих команд. Сезон на завершающей стадии. Сейчас распределяются места команд, которые будут занимать в турнирной таблице по итогам чемпионата. Кто попадает в плей-офф и продолжает борьбу за кубок Петрова, кто закончит сезон с окончанием чемпионата. Каждая команда должна сыграть в сезоне 52 игры. Для рязанцев это только сороковая. Осталось еще 12 игр, в каждой из которых нужно в буквальном смысле сражаться за победные очки. Но чем ближе к концу сезона, тем сильнее борьба. Проиграть не хочет никто, поэтому команде нужно собраться и играть как никогда хорошо. Тренировки у игроков соответствующие. Есть план работы. Тренеры под каждую игру этот план составляют, под каждый свой микроцикл. Поэтому понятно, что нет такого, что они в каком-то обычном. Да, они идут в рабочем ритме, но ритм он варьируется. Сейчас в хоккейном клубе «Рязань» травмированы трое игроков. Игровые пятерки всегда сыграны и потеря одного человека очень значима для команды. Отсутствие троих ощущается еще сильнее, но болельщики всегда поддержат. Удаление игроков, пробросы, штрафы. Для хоккея в этом нет ничего необычного. Главное здесь не терять боевой дух. И вот 20 номер ведет шайбу, удар. Автор гола 26 номер Владимир Карпов. Самый титулованный игрок хоккейного клуба «Рязань». Благодаря его усилиям первый период заканчивается с перевесом на рязанской стороне. Это дополнительная мотивация на весь матч. На победу настроены как хоккеисты, так и болельщики, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в команду. Есть надежда, конечно. Еще не все потеряно. Надо выигрывать сейчас. Этот матч, еще 4 матча выиграть в домашней серии. Можно рассчитывать. Но попадание в плей-офф. Всегда верим, всегда верим. Все-таки надеемся на победу. Хоккейный матч закончился со счетом 3-2 в пользу клуба «Рязань». Следующая игра пройдет 25 января с командой города Казани «Барс». Прийти и поддержать рязанскую команду может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте «Город62.тв». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok